Прикинь историю, thank you guys, Porim, Baral Maše Al Nasser против Al Bahre Кто проиграл, тот много-много фиников кушает Настоящий Далгардуман Победа Жайдарман Победа Жайдарман? Да Жайдарман? Вильярил 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 Ваханди это кто? Это бургер Я думаю, что победит Дарвин Я вот именно вот этот матч очкую Там вроде интересно Что, как там, Дида? Вильярил Мы все матчеры Более легендарные матчеры Легендарные уходы Корреры Битватке Бензима Карим Бензима Да Реал-мадрид был не болезнен, не болезнен, не болезнен, не болезнен. Я не болезнен. Реал-мадрид мне все равно было чуть-чуть обидно. Как будто он внезапно ушел. Реально я его офигел от того, что если какие-то игроки прогнал из дома. Ожидаемо ушли, а вот Карим реально. Я думал, что он еще поиграет на высоком уровне. Он к Криштиану Роналду уехал в Аравию. Да. Честно, Кишема очень грустно. Потому что Бензама, вот. Бржан, Киркене Рахмет и Воскарьера Рахмет. Игрок, который до конца года. Контракт. Контракт. Просто вот. Реал-мадрид мне уже с Титом Барлана с Титом и Реал-магазар. Замена грех, чтобы клуб дальше развивался. И сам понял, и завершил карьеру. Прям грамот попрощался и ушел. И я думаю, что в пике своей карьеры. На пике? Лучина Барлана с Типолдой все уже. Магуэр, я хочу сказать. Магуэр, это все нормально? Нет, нет. Магуэр Эмю предлагает 10 миллионов евро, чтобы он ушел. Ё-моё. А, ты что? Прикинь? Просто отвали, пожалуйста. У него сколько лет контракт еще? Короче, не знаю, год или два года. Вот примерно. Ну, видимо, как у Бэйла, он хочет дольше заработать, наверное. Да. Просто сидя, да. Оставь зарплату на рынке, что берем кицынлеп. Вот Златана Ибрагимовича. Вот за что я вот, я говорю, уважаю Златана Ибрагимовича. То, что он всю дорогу играл на высоком. В любом клубе? Ну, понятно, что там у него была Америка. Но именно за то, что он всегда выкладывался и с сильными играл ему за это респект. Да. Ну, вообще, знаешь, вот насчет Бензема хотел сказать. Он же перешел в Реал Мадрид в 2008 или 2009 году, да? Да, Леон Агель был. Восьмой или девятый год, не помнишь? Ну, что-то Леон Агель, блин, просто. Нет, подожди, он был. Он, по-моему, с Кришем в один год же пришли они, да? Или за год Бензема пришел? Нет, нет, он за два года раньше пришел, брат. Ну, условно, пусть даже до 2008 год. Ты представляешь, есть люди, которые поступили в школу, когда Бензема играл. И закончили школу, и Бензема еще играл в Реал Мадриде. Ты правильно говоришь, мы привыкли к такой тенденции, когда игроки на спаде уезжают куда-то, да? То есть тот же Криштиан Ронал, кто бы что ни говорил, он уже возраст. Ну да. Потихоньку он ехал в Саудию, помню, как кто-то уезжал в Китай, еще куда-то. А здесь, ты правильно говоришь, Бензема на пике. То есть он может в любой топовой клуб пойти, играть и заиграет, я уверен, в этом плане. Ну, с другой стороны, старичок тоже заслужил денег заработать. По идее он все сделал, дал мяч полчаса, Лиги Чемпиона выиграл. Чемпионом мира он же стал, он был в составе, не было его. Ну все равно, то есть сборная его страны тоже была чемпионом. А вот насчет Златана Ибрагимовича, мне как-то грустно стало даже. Прям, я не знаю, Бенз как, ну ладно, но Бензема. А вот Златан Ибрагимович. Вообще, я считаю, что для меня Златан один из самых лучших футболистов мира вообще за всю историю. То есть это очень редкая история. На него смотреть всегда интересно. Кайфово на него смотреть. Мне еще нравится, что он куда ни придет, придет. Ему пофиг, он всегда в своем образе. Вот скажите мне, сколько еще таких было игроков, которые в каждом клубе, куда он бы не приходил, играли. И уезжая в Америку, возвращаясь, играл еще хорошо, понимаешь? Таких же нет, по идее. К сожалению, Златан. А по Модричу у меня вопрос. Модрич остается? По идее он пройдет контракт. Жима Туркедин. Но по кроссу неизвестно. Ну, представляете, сейчас вот Бензема ушел. Модрич условно там, да? Ну, по сути, он тоже старик. И сейчас, получается, комкет хвал от кросс-кет хвалса. В Реал Мадриде жесткая перестановка будет. Она не всегда удачная может быть. Молодежь хорошая есть. А, ну да. Вот Киши прощальный матч под Реал Мадрид сельта. Счет 1-1 и Бензема забил гол. Вот прощальный. Победный, да, он забил? Нет. Они проигрывали 1-0 и забил Бензема. Ничего. Вот настоящий капитан и легенда. Имени Киши столь старым караватором Бенземану. И Буколь, там, игрок Таро Реални. Там, бывший Реални игрок Таро про него. Посты пишут, короче. Настоящий капитан. Вот Венисиус, Кама Винго, Родриго, Барж, Салватор, да? Вот Реални игрок в Генде. Он как батю под свою дуло взял и выросли ключи. Да. Правильно. И вот просто, давайте просто Бензема, да? Вот пацаны похлопают, да? Чисто. Да. Конечно. Но чисто от души. Прикинь историю. Thank you, guys. Порим, Баралмаше. Вот так вот. Дида, брат. Месси уходит из ПСЖ официально. Это реально. Официально. Это реально. Что вы думаете, куда он пойдет? Вернется в Барселону? Я хочу, чтобы он в Барселону вернулся. Вернулся и в Барселону спать коестный. Не, я очень хочу, чтобы он вернулся в Барселону. Мне кажется, все равно, если Месси в какой форме он не был, вернется в Барселону, это будет все равно толчок для Барселоны. Смотри, вот у них… Духу, просто да. Да, конечно. Извините, что перебил. Помните, как тот же Златан вернулся в Милан? Именно с ним они опять стали чемпионами Италии, да? Я говорю, потому что просто дух же. Так что Месси все равно обладает такой аурой. У меня вопрос этот. Он же уходил, когда был Лапорто. Он сейчас также и президентом клуба является или нет? Лапорто же поменяли? Поменяли? Да. Ну тогда я думаю, что вполне вероятно, что он вернется. Тогда же проблема именно в руководстве была. Да, да, да. И не могли ему условно его потребности какие-то закрыть. Он даже пошел на минимальные условия. Даже при этом ему сказали, извини, типа, ты не нужен. Я говорю, Златан, Месси, Бензима, Барла, Кришчанова, Саудидов и Наса. Не знаю, как и сезон, наверное. Саударем и Маштарем будем обсуждать. Может быть, да? Прикольно. Аль-Наср против Аль-Бахре. Что думаешь, тогда? Я думаю, Ибн-Аляб и Фалюха зовет два гола. Кто проиграл, тот много-много фиников кушает. А прикинь, просто представляешь, Месси такой сидит и говорит, может, в конце как ебануть, нахуй. Дурьял перешел, прикинь. Это же шок. Ты понимаешь, это что будет? Брат, мне кажется, даже его убьют, наверное. Это сумасшествие будет. Прикинь, он просто думает, может, долбануть напоследок. Это же шок, прикинь. Шок контента даже круче, чем салам алейкум. Вот эта тема, понимаешь? Это разрыв. Салболса, Казахстан. Ну, Реал, есть Реал, короче. Так же Барсиахта. Но точнее, по стейси Харадум. Куб просматриваю матч-стар. Это не Барселона, Ла Лиги, да. А Реал Мадрид. Реал Мадрид, это матч-стар. Я думаю, Месси керет и соцсетик Смбарный университет. Я в целом по баллам, короче, Минди житовал. Получается, я шокеен. Ты победитель, да? Я вот угадал 2-0 Ахтюбе. Прям в основном, да. Ахтюбе 2-0 ты угадал, да? Да, Ахтюбе. Ахтюбе шахтер. Ты еще угадал? Победа шахтера просто. Ахтюбе, какой еще угадал? Ахтюбе Мадрид Виллериал. Ага. Виллериал. Виллериал? Да. 1-1, нет. 2-2 был, короче. А, окей. Прикольно. Я сказал 1-0 вроде, да. Да, 1-0 сказал, да. Победа отлетчика, да? Победа отлетчика, да? Ну, в любом случае, брат, сен, один и кинь сенец, я надлжу. Что страшного? И без наказания. Да, что я должен делать? Я предлагаю, Иллес проиграл, но как бы он красиво оделся, и у него скоро будет прикольное событие, мы все узнаем. Давайте просто сейчас, типа, обнимем его, вот как наказание. Как наказание? Да. А, они все может что-то делать? Не, не надо. А, ты что, брат? Серьезно? А я думаю, что ты... Друзья, мы обсуждаем UFC, Чарльз Оливери и... Дарюш. Что думаешь, Илес? Я вообще сейчас вот... Да, брат, ты же старше. Не, давай я это... Не, старше по браку, брат. По опытному. Не-не-не, брат, давай я начнешь. Я подумаю. Не-не-не, ты хуйся, подождем, давай. Не-не-не, Илес, я тебе хочу. Не-не-не, Илес, так нечестно, брат. Я, братан, вообще, естественно, в душе не ему кто-то... Не, просто скажи, там победит нокаутом, все. Гля, подожди. Не-не-не, брат. Не, вот кто сильнее, можно узнать? Кто сильнее, как артист или боксер? А они оба. Короче, братан, давай я тебе скажу так. Один экс-чемпион, который вот просто нереально по всем проходился. Его роняли, блядь. Роняют, он встает, короче. То есть это чемпион, который прошел, знаешь... Это про Оливейрис? Экс-чемпион. Ага. Сейчас у него забрал этот титул Ислам Махачев. Бабу-Дави когда они дрались. А-а-а. Да, есть Бенил Дариуш. Бенил Дариуш, он, короче, крайне он с кем дрался? Он же давно не дрался? Давно же? Бенил тоже дрался. Угу. Смотри, братан, это получается вот этот, который... Ты второй баяц, который... Оливейр, а более-менее... Он топчик. Он, типа, он идет на поезд, да, тоже? Он идет на претендентский. То есть сейчас кто из них победит, Оливейра или Дариуш, они будут драться за титул. Снова с этим Махачев? Да. Ничего себе, да. То есть это две супер-пушки, короче. И вот у всех... Братан, кто лучше борется? Можно вопрос? Ну и Дариуш хорошо борется. Понятно, грэплинг самый лучший у джиу-джитсу, по любому случаю, у Оливейры. Все. Борьба со стойкой лучше у Дариуша, а борьба на полу... Ты сам на кого будешь встать? Я вот думаю. Я не знаю. Сука. Ты на кого будешь встать? Где ты? Давай, короче, я поставлю на Оливейра Кулишу. Здесь любой брат, я тебе скажу так, любое мнение может быть здесь. Сыграть, типа, можешь? Конечно. Давай я поставлю на... Типа, он же чемпионом был. Да. И по-любому он должен быть сильнее. По-любому, типа... Не, ну, типа, в футболе так. Типа, знаешь, ты давай этот... Опыт-то не пропьешь, ты Макал Варго деланный. Ну, давай на Оливейра победа. И победа... Сколько раундов? 5 раунд? Пять раунд по 5 минут, правильно? По 5 минут? Да. Прикинь брат, они 25 минут хорачатся. Прикинь, 25 минут в футбол играешь, тяжело же, а тебе 25 минут еще играешь в футбол, unserem правильно по чу... Прикинь просто... Прикинь, ноги отбиваю, душат тебя 25 минут еще. бля это очень чревато эти так сказать давай ладно на этот досрочная победа весьма можно досрочная победа болевым нах да может быть и оливейра в игры оливейра и хотя уронит он его нахуй может может и уронить пойдем как нокаутом нокаутом техническим нокаутом я очень короче этот эмоциями подаю себя когда и все и болею все потому что мне если мне кто-то не нравится как человек я не могу за него болеть мне тяжело вот как конор макгрегор знаешь что-то мне не нравится я не могу за него блять хотя знаешь как он крутой а вот здесь дарюш и оливейра не оба положительные персонажи типа добрый оба оба то есть они живут положительные персонажи ни с кем не этого это ничего не срутся никак там проиграл махач его встал поздравил его понимаешь хотя их с чемпионом был дарюш тоже не с кем не конфликтует не помню ни разу что мы там с кем-то то что человек что-то еще но я не знаю здесь правильно тоже грыш ты то что он экс-чемпиону сильный может быть но может быть прошел его тоже непонятно а дарюш он идет вверх 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 идет поэтому один один поэтому давай я знаешь как сделаю я поставлю на я не думаю что здесь будет решение потому что оливейра всегда в открытую идет всегда в открытую идет он может падать потом все он очень падает вот так и лежит ждет на полу на земле короче давай играть драться на полу я думаю я даже не знаю вообще не знаю сложно ну давай я скажу скажи давай я не знаю я почему-то склоняюсь дарюшу но как будто хочу чтобы оливейра выиграл знаешь но тогда так и не говорит да я за аливейру буду просто хочу чтобы оливейра победил я думаю оливейра аливейра удушение второй раунд не давали удушение до 4 не дает второй раунд в целом я за человека болею если человек мне не нравится я не буду болеть да у меня такая же тема я не мог за него болеть например альтаса ливейра он проиграл мамаха махачу он встал и поздравил хороший персонаж и нравится и я не думаю что здесь дойдет за решение судей потому что оливейра идет в открытую да он может знаешь упасть и лежать вот так типа давай бей крыше до конца я думаю так блин ну давай просто да ты правильно говоришь что он типа экс-чемпион возможно пик прошел но я думаю оливейра победит удушением третьем раунде удушение в третьем раунде победа оливейры прикольно у нас получается все одинаково практически да если победит то мы все по одному баллу единственный вопрос кто угадает там раунд и как как победит правильно да так давайте я могу меня не поменять на самом деле пацаны такой бой вот и ты как думаешь арс это же 50 50 здесь я не знаю вообще ну ты же знаешь что одну одну один кусочек спины он отдаст все дарюш да 2 и чем то то есть они почти это да явно фаворита нету да как бы тогда давай я поменяю он говорит ты первый сказал твое личное сугубо мнение не столько могу поменять я потому что я чуть поприкол говорю ты ведущий и я думаю что победит дарвин я думаю что победит дарюш винил дарюш этом победит я просто я думаю я помню эти бои споре оливейра паре прикинь паре тут нереально просто чё и тут мили пиздрички санта тут просто не во втором и втором раунде да по-моему так давайте зафиксируем победа удушающим во втором раунде технически на аккаунт во втором третьем раунде победа удушающим оливейра в третьем раунде так технически на к тоже прикольно вряд ли ты знаешь что такое технический нокаут нокаут на технический нокаут в чем отличие просто ебану если вдруг типа знаешь он руку сломал и короче нет нет если удар это как пример это кстати давайте если падает человек сразу дык то это нокаут а если ты его бьешь и забиваешь уже то это тихо господа ведущий давайте просто ну прикольно же типа кто победит типа мфл тоже ебану типа 7 полуфинал типа и потом финал нет мфл давай чё там кстати канаха или как там а канаха а кстати брат ты проиграл за то что за фирмы говорил диды асал диды брать никогда не забивает асал не забил тоже броди да ни разу не враги какие сопливые удары у меня у меня клянусь аллахом сейчас брат у меня что-то черная полоса у меня короче пятка отбита пах привод блять все стреляет и земля и не знаю возраст причем возраст порога поправляйся поправляйся да вот сейчас я говорю ну короче укол нечего принципе за фэмили аллаш прикольный мой спорт короче 745 1 4131 ты сказал 20 общий счет был 52 мы выиграли забил стив гридо ураган стив вообще три же вы же говорили прости я сказал прости забьет дубль не мы оба попали брат потому что 4 гавайи это да деда в целом промоще скажешь да блин мы играем джейдер ману да ну этот смотри хорошая команда джейдер секунду уважаемые зрители если вот и не смотришь в целом казахский мфл просто посмотри там жесткий прям интрига угар в целом хороший футбол и это очень интересно смотри и джейдер ман очень сильная команда сбалансированы у них типа опытные футболисты имеется по идее у них линия обороны короче типа что за джейдер манта смысле игра джейдер мальчик не ну типа это же драма не играл да а не играет братан это типа организация типа есеный люкена но там играет футболисты но и есть и название просто есть там 2 3 2 3 не правильно объяснил проще если регламент турнира каждая команда типа не считая вратаря 10 игрок из них 6 должен должен быть мидин а 3 профика из 6 3 4 4 профика и 6 3 может быть типа игрок сборного казахстана тип сундаи а остальные 3 8 может 6 полностью медина сделать блогер и певцы но они вот профики взяли и 3 там хорошие футболисты из какая-то футзала альберт пор короче кто играл за национальную сборную вот футзала и по это они считают как медиа личности я не очень хорошо усилились то есть может допустим прийти в мфл допустим баханди да и свою команду создать баханди это кто это бургеры условно да они могут свою команду собрать то есть и там не может ни один нибудь не кассир с баханди нибудь не работник баханди да то есть пофиг ты же дорма может быть и ниже дорманчик очень не один да все это просто как название да это я думал всегда что там именно играют уже дар манчик на спарта там про играет этом со спарты в цене крыша так думал и они там они есть но типа но это но смотри я дарман я опасаюсь вот именно из всех соперников я опасаюсь вот именно же и дармана мне кажется это даже финал где-то. Сильная команда? Сильная команда. На прошлой игре Альберт забил 4 гола. 5 забил. 5 забил. Это вот судзала, который... Понятно, что групповая стадия там были разные команды, но они со второго они должны были с первого выходить по идее. Они 2-0 вели, Спарта, и 3-2 воткнулись. А мы, короче, с первого вышли. Ну, уверенно. И мы должны были по идее косвенно встретиться в финале, но из-за того, что они в Спарте выступили, Спарта с первого вышла. И там, грубо говоря, понял, здесь сетка такая сильная, Джейдерман и СД Фэмили, а там типа One Game и Спарта. Но мы вот вчера играли с One Game, One Game типа такая команда, но честно, они против нас во втором тайме вышла типа основка, и 45 минут я вот примерно вчера трансляцию сотрял, минут 30-35 они лежали на поле, тянули там, шнурки завязывали. Ну, вот именно игры не было никакой. Так что мне кажется, если бы с первой минуты мы вышли, была бы другая игра. Так что боюсь, честно боюсь этой команды, опасаюсь, уважаю, но при этом по составу, если посмотреть, мы можем пропустить единственное, это контр-атаки. Это наше самое слабое звено. и контр-атаки, если мы не пропустим. Не говори слабое звено. Курпу кайзадолзе? Ну... Ну... А, это же чуть-чуть, скажи, да? А, я сейчас вспомнил. В принципе, не в Эйзе Фэмилии. Да. И давай поставлю на то, что мы победим минимально, наверное, 2-1. Галазебют. Давай, Галазебют, наверное, Стив и Гриддин. Все, он же... Что думаешь? С Дэфэмилии про Джейдерман, да? Короче, Стив и Гриддин, наверное. Короче, я думаю, что будет 3-1 по Эйзе Фэмилии, Галазебют Стив и Гриддин. Это уже 3-1, да? Да, 3-1. Ну, здесь, честно, брат, преимущество у Эйзе Фэмилии, короче. Давай я скажу... 4-3. 4-3? Ёма. Это же МФЛ. Да. Тем более, ты говоришь, контратаки. Правильно? Пусть 4-3. Победа Джейдерман. В Эйзе Фэмилии забивает... Победа Джейдерман. Победа Джейдерман? Да. Джейдерман? Ждал я. Победа из Эйзе Фэмилии. Забьет кто-то месяц. Короче, есть Ураган. Ага. У него как оппозиция? Правый фланг. Родриго. Ага. Грида в центре, он... Он играет Стив. Топ. Цоп? Да. Левый. Стив левый. Винчис, да. Вот, они прям вот... Дидо в нападении. Дидо, нет, в центре. Цапа играешь, ты, да? Ну, опорного. А, опорника. Вот, они вот трое хорошо забивают. Говори, брат, можешь сказать, Ураган и Грида, потому что Ураган после мочи... Я думаю, забьет Стив и Альберт, да, вы только что говорили? А, Альберт. Да, да, да. О, прикольно. Интересно было. 4-3. Да. А4-3, да. А4-3. Нет, правильно сказать, кто правильно используется регламентом. Да, да, да. Ну, стратегически кто правильно движется, тот и сильнее, да? Ну, типа, кто цепляет сборницу. Да, да, да. Кстати, брат, у нас седьмого, да? Да. Седьмого, брат, приглашаем на матч, на полуфинал. Приходи, посмотри. Бип Ложевара, да, Санта Трассен лично. И, уважаемые зрители, вас тоже приглашаем. Приходите, посмотрите, будет очень интересно полуфинал. Так, 4-3. 2-1, я сказал. Да, 2-1, 3-1. Ага, сейчас зафиксирую. Следующий матч обсуждаем. Итак, Кретто на Старо. Настоящий Долгардон. Финал Лиги Чемпионов 2023 год. Манчестер Сити. И так. Да. Так, наконец-то дошли. ЛЧ, скоро уже, прям совсем скоро. Давай, Дидар, чисто как футбольный человек. Как футбольный... Блин, ну смотри. Просто, без слов, очень хочу, чтобы выиграл требл. Манчестер Сити, Пеп Гвардиова, потому что он заслужил. Реально, столько лет вот. Вот у него проблемы вот именно с Лиги Чемпионов. Да, вот именно вот именно Манчестер Сити. Сколько лет в полуфинале, в четвертьфинале так вылетали. То есть, где-то год был, когда несправедливо, я считаю, да, там. За счет вот этого правила выездного, там, мяча или там нелепое пенальти залетит, там, что-то такое. Так что всеми, как говорится, мыслями, силами я топлю за Манчестер Сити. Да, я, в принципе, я думаю, что это будет такая игра, где будет доминировать Манчестер Сити. Но главное, вот как я до этого говорил, им не пропустить вот эти контратаки опасные Интера. Они очень хорошо вылетают. И тогда вообще не будет проблем. Ну, если Реал не справился с Манчестер Сити, то что говорить реально, в принципе, да, вот, Интере. Так что я думаю, даже вот финал, ну, понятно, что, типа, накал страстей, но мне кажется, будет разгромный счет. Ну, это лично мое мнение. Пока я подумаю, вы пока тоже порассуждайте. Давай вспомним матч Интера вообще, как они шли. Крайний матч с Миланом, они там выиграли с минимальным, да, по-моему, Материо? Да, 1-0 там, потом еще 1-0 там, да? Сухо. До этого Интер с кем играл? Бенфика, да? Бенфика. А вы помните, что Бенфику, мы говорили, что он сильный в этом году, Бенфика, сильный угон, но он пошел в Бенфику. Ну, им повезло. С каким счетом? Тоже, да, минимально? Но там им повезло, что все у них лидеры были сломаны, их на травме вылезли. Да, я к тому, что, типа, может быть, не будет разгрома. Ты думаешь? Нет, я просто сейчас рассуждаю в плане, потому что Интер много не пропускает все равно. Манчестер, по идее, пытается сюда много забить, да, а этим много не пропускает. Я вот тоже об этом думаю. Может быть, здесь вообще будет, не знаешь, типа, 2-0, 1-0, может же быть. Да. Вполне засушат, как итальянцы, ты знаешь, умеют засушить игру, там, в защите от отбиваться. Поэтому, не знаю, даже мне интересно. Я тоже, конечно, думаю, что Манчестер Сити выиграет, но я бы хотел, чтобы выиграл Интер. Ты хотел бы? Хотел бы. Я одновременно хотел бы, чтобы выиграл Манчестер Сити, понимаете, потому что тупо из-за Гвардиолы. Типа, ну, да, он крутой чувак, он должен заслужил. Но просто, прикинь, сейчас Интер победил в финале Манчестер Сити. Я всегда за сенсацией. Я всегда за сенсацией. Что-то было прикольное, интересное. Ты прикинь, просто Интер выигрывает Манчестер Сити. Какая-то мотивация вообще для интеллектуального футбола, для молодежи, да, прикинь, для этого, то есть, да. Да. В принципе, Сити молодцы. Взяли АПЛ, потому что прям АПЛ дало, прям каймбол, Арсенал, прям удары берут. Обидно, Арсенал. Да. И этот МЮ Сити, кубок Англии, Сити тоже забрал. Прям МЮ Доту, да? МЮ тоже хорошо. Конечно. Прям удары берут. Теперь финал. Я думаю, вообще Сити прям андрей, он, я бы, мать, типа. Не знаю, просто Сити явно, явно, а вот, да. Но, честно, я хочу, чтобы Сити победил из-за того, что вот, требовал Болкуятер почти, Гвардио Луну, типа, заслуживает. Но не хочу, чтобы Реалду откуда-то, откуда-то, из-за этого, не хочу, короче. А Интер-то хочу из-за того, чтобы Реалду откуда-то, и слушать Шапала Агамберсендип, короче. Вот, вот так, с цепочками Босмеда. Вот, финал этим прям. Ну, если Сити выиграет, Холланд, золотой мяч возьмет. Да, кстати, Сити. Холланд возьмет. Да, Холланд, золотой мяч возьмет. Ну, он, кстати, в Лиге Чемпионов наклепал, да, по идее? Да, ну, лучший бомбардир АПЛ. Нет, а если он не возьмет Лигу Чемпионов, кому отдадут золотые мячи? Золотой мячи, а если возьмет Месси, типа, а если возьмет... Месси? Месси. Еб... Во-первых, Месси у всех куббекеров Месси стоит. Потому что... А, из-за чего? А, тогда, блядь, бить базара, брат. Типа, если Гэр, типа, если О возьмет треку, тогда Холл, ну, Холл, если не возьмет Месси. Да, нет, Месси 100%, нахуй. Не, ну да. Я просто удивился, думаю, как тогда Месси, нахуй? Ну, ты правильно, теперь я понял логику. Если реально селочище с Холл Холланд заберет, то он, по-любому, должен забирать. Ну, братан, а чемпионат мира, это пиздец такой. Ну, братан, тут чемпионат мира и Лигу Чемпионов. Нет, я просто, потому что, типа, чемпионат мира, а тут выиграть кубок, Лигу, плюс Лигу Чемпионов. Понятно, все. Ну, чемпионат мира, конечно, главный чемпионат. , тут типа, мне кажется, вот равно будет, типа, чемпионат мира и вот эти три кубка, это равнок. Ну, по голам хораль, Месси базарный чемпионат мира, а Уелл бы то прям красавчик, молодец, молодец. А лучший бомбардир чемпионаты мира кто? Этот же, Месси же. А, ну, ВП ВП, ВП. Ну, вот, я к тому, что если бы Месси был лучшим бомбардиром чемпионата мира, тогда понятно, там да. А здесь Холланд будь летчемпионов. Она доела вот эта тема уже Москва, помните Сливандовский когда была? А, Сливандовский, да, когда вообще не разыграли? А потом, на следующий год или до этого тоже Месси отдали, да, что-то, короче? По-моему, да. Конечно, странно. И, кстати, финал Барас Макуре, Стамбул, а? Джох. Хошанов? Он, он. Он, Джох. Рахмет запретил. Блин, работа. Что за работа? Очень много работы. Да. Синчи. Дай бог, если в финал пройдем, мы в финале будем играть. Дай бог. Пройдешь, брат, не настраивайся. Ну, я, брат, очень, я вот честно говорю, не то, что я вот именно вот этот матч очкую. Там, вроде, неинтересно. Так, Лиги Чемпионов Массейджи-Сити. Вот, честно, я сам хотел прям побывать в финале, потому что вот Безге по географии Янжакн почти. Вот, кинжал, Питер, да, Улберг. Айпа. Да. Яндекс.Ксель. Вот Питер, да, пропустили, Элчина. Блин, не говори. Кстати, да. Мы все же собирались еще, мы же в Питерсе собирались толпой на чемпионат, на финал Лиги Чемпионов. И тут пиздец, конечно. Еще помнишь, когда Чемпионат мира в России проходил? Ты успел съездить? Нет. Прикинься, да. Я до сих пор об этом думал, почему у тебя ездили? Легко. Жалейте об этом, что? Я каждый раз я караюсь. Я думаю, бля, 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 бля. Это же халява, по идее. Это же рядом же. Это, бля. Я вообще пачку сел, уехал. Бля, я вообще был в Уральске, брат. Я тебе вообще там рядом, 50 мет, 50 километров там. Там вообще полтора часа, короче, границу проезжаешь. Уривай, мейкам, я пойму, бру и над крючей. Я мог посмотреть на Суарс. Ты сказал, нахуй надо, да, я что? Я вообще, брат, тогда футбол не смотрел. Так, уважаемые друзья. Казахстан Жандауру. Брнивоваться. Бакуда. Да. Судьбы Турстан. Турал. Бармис. Финал. Давайте. Примерно обсудили. Нормально? Давай, брат, долгожданный момент. Дида. Счет. Давай поставлю на 3-1. Прикольно. Я ставлю на 3-1. По-любому в этом матче забьет, я думаю, что Холланд по-любому. И давай поставлю на Бернардо. Угу. Лука. Я вообще честно, я не знаю, насколько я сумасшедший, но я хочу поставить на 1-1. И уже в овертайме выиграет Манчестер Сити. Типа, знаешь, финал, как помнишь, Атлетико Мадрид, Риал Мадрид. Из такого разряда. И тебя атакуют, и тебя сушат, ничья-ничья. И потом уже в до-время тебя начинает разрывать. Короче, нехто ворвать. Типа, Сити хас бергал шалат, потом интер-нападение Сити. Сити отрвал. Но нет. Потому что Риал, как кажется, они вообще не сели. Прямо Сити до конца атакуют. Потому что, мама Сила, я думаю, счет будет 2-0. Позже в Сити. Певал заигрывает Холланд и Бернандо Силу. Вот, Динда, скажи такое, как футболист. Когда тебе терять нечего. Условно, ты выходишь, ты понимаешь, что, ну да. Когда терять нечего. Это тоже плюс? Или это минус? Да, это плюс. Потому что, допустим, интер понимает, что... Когда тебе терять нечего, ты просто выходишь. И, знаешь, типа, у тебя психологически нет нагрузки. Легкость, да? Что ты не должен, типа. Легкость есть. А когда ты выходишь и говоришь, ты там обязан сделать? Блядь, это тяжко. Ну, Киши и Майш, например. Ты понимаешь, что Майш из Сити обязан? А интер, он понимает, ну, блин, мы уже в финале, мне кажется. Ну, хотя, нет. Ну, братан. Кстати, ты говорил, интер задача в том, чтобы выйти в финал. Вот, все мысли, короче, он был на всех. Базар нет. Изначально задача была на всех. Мотивация стать чемпионом. Да. Вот они сделали, и уже четвертый слабон. И уже, типа, да. И сейчас делают из-за, типа, стил Кирик. Солшен сетевает. Не из-за желаний, короче. Базар желаний тоже есть. Но надо мотивация. Да, да, да. Ну, давай, ладно. Я скажу тогда. Я вообще хотел для меня, короче, либо ничья 1-1, либо 4-0. И с крайности в крайность. Я всегда, брат, я думаю, так. Все слова, я думаю, 20-0, либо 0-1, бля. Почему? Брат, вы по стране хорошо. Ааа. Мне 20-0 я не говорю, это слишком много. А, примерно. Я же утрею. А, ну, пример делаешь. Этот. Ну, я, потому что либо разгром здесь, либо, ну, слушай. Просто я не делаю завтра, ебай, один-один будь. Я буду сидеть, говоришь, сука, надо было один-один сказать. Почему я не сказал? Просто скажи. Именно в этом матче карты не будет. Если поплыли, то я вместе поплыли. Я хочу, чтобы ты проиграл. Поэтому давай поставь на это. Давай я скажу 4-0. Победа Манчестер Сити. 4-0 в финале. Забит Магомед Шарипов. Хорошо, прикинь. Так, забьют. Холланд. Который длинный голос. О, я Холланд сказал, да? Да, это Холланд. Который длинным голосом нападения. Да, взрывает. Вот, Холланд. Да. Потом Бернардо Силва. Аа. И все. Троем, нахуй, тех же игроков. А, ты тоже сказал Бернардо Силва? Да. Давай, тогда я скажу. Холланд. И давай Дебрине. Можно я тогда поменять тоже? Да, да. Генрайон. Дебрине. Ну, там уже. Ну, я хочу вот. Давай, давай. Давай, я хочу поменять. Не Бернардо Силва забьет, а. Давай. Давай забьет, Гюндаган. Все. У меня осталось за Холланд. Кажется, все забьют, брат. Так, итак, брат. 4-0. 2-0. 3-1. 3-1. Итак, давайте, уважаемые друзья, всем желаю такой приятного отдыха. Посмотрите, обязательно велики чемпионов. Отдых. Нормально же, да? Скажи, нормально. Я просто никогда не говорил приятного отдыха, теперь тоже буду говорить. Я имею в виду приятного отдыха, типа, чтобы смотреть матч. Посмотрел, типа, спорим. После этого, типа, нас смотреть. Друзья, всем спасибо. С вами был проект Спорим. Когда шай тханда бастисих батарламасы с дерьми бухан. И ля шчапарв не сбой в синтеж, а энди непонятый пацан. Спасибо. Ладно. Ладно, ты даже зацепил. Да не, давай.